Сегодня простым наращиванием характеристик и делая смартфон все более тонким невозможно завоевать популярность на рынке. Уверен, что в Huawei прекрасно осознают этот факт и потому еще в модели P9 они объединили свои усилия с легендарным немецким фото брендом Leica, благодаря чему мир увидел действительно необычный смартфон с отличным фотопотенциалом. Теперь компания взялась за обновление линейки P, в результате чего сегодня у нас в обзоре P10 и P10+. ПЕСНЯ Компания решила уменьшить экран стандартной версии в угоду компактности и для возможности размещения нового с камера отпечатков пальцев, о котором мы обязательно поговорим чуть позже. При этом плюс-версия может похвастаться званием одного из самых компактных фаблетов на рынке с диагональю 5,5 дюймов. Разрешение дисплеев распределили по старшинству. Младший довольствуется стандартным Full HD, а старшему вполне резонно досталось 2К. Еще до знакомства у меня не было никаких сомнений по поводу качества экрана. Это традиционно для флагманов Huawei. Здесь отличные углы обзора, яркость которой хватает даже на прямых солнечных лучах и приятная цветопередача. И кстати, экран и обе камеры прикрывают закаленное стекло Gorilla Glass 5, защитные свойства которого при падении смартфона увеличены на 80%. Компания заморочилась над эстетикой внешнего вида и дизайном настолько сильно, что многие заметили, что источником вдохновения стали устройства других производителей. Бренд явно желал, чтобы новые смартфоны отличались на фоне старых моделей. Поэтому здесь мы видим эти приятные скругленные углы и отсутствие каких-либо острых граней, за что ему спасибо. Ведь смартфоны отлично лежат в руке, а управляться с ними помогает режим уменьшенного экрана, который вызывается свайпом от края. Huawei на мероприятии по старту продаж поделились своей стратегией на текущий год. Компания планирует быть на шаг впереди во всем. И в одном их будет сложно переплюнуть кому-либо из конкурентов. В количестве цветовых решений и вариантов обработки поверхности корпуса. В этом сезоне им нет равных. Смартфоны могут быть с матовой, глянцевой или обработанной алмазами поверхностью. Самой эффектной внешностью, на мой субъективный взгляд, обладают модели в синем цвете. Но в нашем обзоре матовые версии цвета, которые в компании называют черный график. Интересное новшество, которое невозможно пропустить при всем желании, ведь оно находится прямо на лицевой панели. Конечно же я говорю про сканер отпечатка пальцев. Эта штука, даже после переезда со спинки на фронт, по-прежнему остается самым надежным способом защитить личные данные. Несмотря на то, что конкуренты вводят визуальную идентификацию, которую гораздо легче обмануть. Сканер отпечатков Huawei, кроме всего прочего, еще, наверное, и самый быстрый на рынке смартфонов. Он работает даже на заблокированном экране и распознает пальцы под абсолютно любым углом. Возможно, пользователям будет не хватать некоторых дополнительных функций, которые были доступны в девятке. Например, пролистывание фотографий или вызов шторки уведомлений. Но не стоит грустить по-утраченному. Новый сканер и вовсе может заменить на экранные кнопки управления. Одно прикосновение – это шаг назад, долгое нажатие – это выход на домашний экран, свайп в сторону, переключение между приложениями. Хотите – пользуйтесь так, а хотите – выбирайте программные кнопки на экране. Такая персонализация возможна исключительно благодаря супергибкой и нереально функциональной оболочке от Huawei. Это EMUI 5.1, которая в свою очередь установлена поверх седьмого андроида. Оболочка содержит в себе такое количество модификаций, что их невозможно охватить в коротком знакомстве. А некоторые из них кажутся откровенно странными. Например, жесты костяшками пальцев. Раз. И скриншот выделенной области на экране готов. А вот и реально удобное – горизонтальный жест вызывает мультиоклонный режим. Мультиокно особенно удобно использовать на десятке с плюсом. Часть этого обзора я именно так и написал. Сверху YouTube, снизу заметки. Вызвать мультиокно, кстати, можно и стандартным способом – из веера мультизадачности. Смартфоны этого сезона настолько мощные, что смогли бы заменить многим рабочие или домашние ПК. И Huawei выбрали проверенный путь для новых флагманов. Здесь тот же процессор, что был установлен и в модели Mate 9. Производительности аппаратов хватает с головой для сложнейшей графики. Танки на максимальных, да и суперплавный геймплей на любых других играх на данный момент гарантирован. Стоит ли говорить про работу интерфейса, меню без лагов и притормаживаний? Да, любой из аппаратов летает и неожиданно даже плюс с большим разрешением экрана не оказался позади в гонке производительности. Что важно для эффективного повседневного использования? Процессор Huawei умеет анализировать пользовательские привычки. И со временем именно ваш P10 будет выдавать максимальную мощность именно в нужный для вас момент. Уже в девятой версии стало понятно, что серия P это весьма серьезная заявка на лидерство по качеству фото среди флагманских смартфонов рынка. Сотрудничество с Leica не стало простой пиар-фишкой. Смартфоны Huawei действительно прекрасно справляются с фото в условиях недостаточного освещения. Делают потрясные монохромные фото, но кроме того, благодаря двум камерам прямо в интерфейсе реализован портретный режим. В настройках можно выбрать степень имитации широкой диафрагмы. И здесь ее можно символически открыть до значения в f0.95. Таким образом на портретах, да и не только, можно получить крутое боке. Алгоритм работы этой функции завораживает. И конечно мы все знаем, что сейчас огромное количество стороннего или даже встроенного софта смартфонов умеют делать монохромные снимки и размытие заднего фона программно. Но у P10 для этой цели используется отдельная дополнительная камера с монохромным 20-мегапиксельным датчиком. И как вы наверное понимаете, никакой софт не сможет заменить камеру высокой четкости. И теперь давайте поговорим о различии камер стандартной версии и в P10 с плюсом. Здесь небольшое преимущество на стороне плюсовой версии. Благодаря более светосильной оптике Leica Samilax он выдает более яркие фото, снятые в сумерках. В то время как у младшей модели светосила меньше. Здесь значение диафрагмы F2.2 и нужная экспозиция достигается при помощи более низкой скорости затвора и повышения уровня ISO. Так или иначе, оба смартфона затыкают за пояс большинство конкурентов в искусстве вечернего фото. А если к смартфонам добавить еще и штатив, то поле для экспериментов с длинной выдержкой или готовыми пресетами для таймлапсов и рисования светом будет просто бесконечным. Фронтальные камеры впервые также заряжены энергетикой Leica. Здесь и портретный режим с размытием фона, и тот же стильный монохром. В дополнение все необходимые инструменты для идеального селфи. Интересно, что фронталки смартфонов распознают групповые селфи и автоматически переходят на более широкий угол съемки. Светосила у них одинаковая, но вот есть и весьма серьезное различие. Только селфи-камера Плюса получила автофокус. На старте продаж P9 многие были разочарованы отсутствием поддержки 4К-видео, и теперь, конечно же, обе десятки его снимают. Но Huawei реализовали еще и поддержку кодека H.265, благодаря чему видео занимает значительно меньше места в памяти смартфона. Емкость батареи стандартной версии выросла до 3200 мАч. Ну и, конечно, старшая оснащена заметно большей батарейкой в 3750 мАч. Старшая версия проигрывает меньшие в случае активной работы с интернетом, браузер, соцсети. Но младшая уступает плюсику в случае активных звонков. В любом из вариантов автономность смартфонов просто восхищает. Чего стоит только тот факт, что оба могут воспроизводить видео на протяжении целых 12 часов. Современному флагману просто непозволительно заставлять нервничать владельца о разряде батареи в неожиданный момент. И у Huawei есть что предложить и на этот случай. Это поддержка в каждой из моделей быстрой зарядки, которая заряжает смартфон до 50% всего за 30 минут. И напоследок хочу отметить несколько ключевых различий между моделями. Ведь наверняка те, кто задумываются о покупке новых Huawei P10, задаются этим вопросом. Наименее очевидной, но наиболее интересной фишкой плюса является защита от брызг класса IPX3. Он не боится брызг, падающих под углом до 60 градусов по вертикали. Говоря простым языком, с Huawei P10 Plus можно некоторое время поговорить под дождем без ущерба для аппарата. Еще одно не столь заметное различие – это его стереодинамики. В плюсовой версии, при повороте экрана в горизонтальную ориентацию, вы услышите два канала звука, вторым из которых станет разговорный динамик. И, наконец, у десятки с плюсом есть встроенный инфракрасный порт. Он сможет заменить дистанционку от телевизора, кондиционера или другого бытового прибора. Хочется также похвалить компанию за то, что сохранили для нас, фанатов запутывающихся проводов, разъем для стандартных наушников. Итак, итог. Что же понравилось и не понравилось в новых смартфонах Huawei? Сначала о плюсах. Это новый дизайн, цвета и новая супербыстрая универсальная кнопка Home. Крутая производительность. Любая сложная графика, поддержка мультиоконного режима – это однозначные плюсы. Хотя геймерам может быть не по душе довольно заметный нагрев аппаратов под высокой нагрузкой. Обновленная двойная камера второго поколения Atleica и фронталка Atleica. Казалось, компания уже не сможет удивить, но не тут-то было. Более высокое разрешение, возросшая светосила и хорошая программная прокачка делают свое дело. Прекрасная автономность и возможность продлить работу батареи путем понижения разрешения экранов. Что же не понравилось? Лично мне очень жаль, что младшую модель заметно ущемили на фоне старшей. Ей не досталось ни защиты от брызг, ни стереодинамики. Ее основные камеры получили менее светосильную оптику. Впрочем, это не мешает ей оставаться одним из лучших камерафонов на рынке. А за что вы хотите упрекнуть или похвалить новые флагманы от Huawei? Делитесь мнениями в комментариях к нашему видео. Субтитры создавал DimaTorzok